В 8 лет ездили на опасных техстах и делали собственное предупреждение. Это что за шутка? У меня был вопрос по поводу постановления от 14 июня 2019 года, когда нам удалось привлечь управляющую компанию ДЭС Восточного жилого района к административной ответственности по статье 14.1.3, это нарушение лицензионных требований. Я так понял, всего 10% доходит до суда, из них составляются протоколы, и только 1% из них вступает в законные силы. И как только мы начали задавать вопросы, через 2,5 минуты изображение на экране пропало. Причем пропало не просто так, а его отключили удаленно. Дело в том, что мировой суд ограничился устным замечанием ввиду незначительности нарушений. Хотя комиссия по протоколу установила, что лихтеев в 7 подъездах 9-ти этарного дома работали свыше нормы 25 лет, еще плюс 8 лет. То есть это были опасны для жизни. Разве это не нарушается грубые нарушения? Почему? Какие такие условия возникли, что данный протокол был передан в мировой суд к городу Сургуту? Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток. Получается, они не обжаловали, то есть они согласились с этим решением, что за опасные лифты, на которых 8 лет люди ездили, это нормально. Так считает Сургутская жилнадзор инспекция, которая мне прислала данное постановление, лишь 11 октября этого года данное постановление и, соответственно, обжаловать его. Но Сургутский жилнадзор, у него было 10 суток, чтобы обжаловать это постановление. Они этого не сделали, то есть они согласились с этим решением полностью и ни разу никто не обжаловал. Вот так у нас жилнадзор инспекции заботится о здоровье и жизни наших жителей. 8 лет ездили на опасный кейт-карк и делали собственное предупреждение. Это что за суток в доме по проспекту Консомольский, 21, в городе Сургуте? Все лифты работали с 32 года, то есть свыше 8 лет срока эксплуатации. Так вот, мы вопросы задаем по вашим проверочным мероприятиям. Почему так? Потому что мы получаем отписки от вас, по телефону у меня от ваших специалистов, я звонил по билетству, учителями, ну да, мы неправильно ответили, но мы не можем ничего сделать. Все. Обжалуйте и все. И это затягивается. Почему вы позволяете жителями так общаться вообще? Вы законный право права, кого защищаете? Вы правы обратиться в суд, но уже три раза сказали, что мы сейчас это из пустого в порожник переливаем. Все понятно. Все. Восемь лет ездили на опасных лифтах, когда делали с устным предупреждением. Это что за шутка? Сегодня 31 октября 2019 года в 15.00 ходили в администрацию города Сургут по адресу улицы Энгельса 8, кабинет 507. Там присутствовали все представители жилнадзора Югры. Вот так это здание выглядит. Примерно вот здесь вот, пятый этаж, 507 кабинет. Ходили на публичные обсуждения результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в режиме видеоконференции. Слушания были публичные, однако никакой информации в интернете я о них не нашел. При этом нас дважды проверяли по списку непонятному, в котором присутствовали 20 человек, в том числе и Русин. Это директор, управляющий компанией ООО ДСВЖР. Но он почему-то не явился. Проверяли по списку при входе в здание и при входе в кабинет. Но после того, как мы несколько раз напомнили, что это публичные слушания, нас тоже внесли в эти списки. В 15.05 в этом кабинете никого не было. То есть вот эти кресла были пустыми постоянно. Присутствовали я, двое ребят из рабочей молодежи Сибири. Денис Ханжин и Никита Шостак. Так, двое знакомых, еще двое знакомых. Технический администратор, который следил за трансляцией, он сидел в сторонке. Алексеев Сергей Алексеевич и еще четыре человека, я их не знаю. То есть информация в интернете о данных слушаниях не была размещена, хотя не публичные. Я предполагаю, что они просто удерживаются в тайне от населения. Потому что, как мы видим, мало кто пришел из слушателей. Так еще и получается, видеоконференция была организована среди нескольких районов и городов. Мы видим, что Хантамансийский район, никто не пришел. Так, в Мегвеоне, по-моему, две женщины были. В Нефтьюганском районе никого. В Пытьяхе двое. В Югре, я так предполагаю, что это Хантамансийск, администрация Югры. 12 человек. Может больше, тут не видно. В Лангипасе один человек. В Когалэме трое. Скандинского района никого. Ну, в общем, первые полтора часа мы слушали о том, какие у нас изменения в законодательстве произошли. Назывались разные законы, нормы и так далее. Слушали статистику о плановых, неплановых проверках. Сколько административных дел возбуждено в отношении управляющих компаний, юридических лиц и руководителей. Я так понял, всего 10% доходит до суда из них, составляя из протокола. И только 1% из них вступает в законную силу. Речь не об этом. У нас были свои цели. Мы решили задавать вопросы. И как только мы начали задавать вопросы, через 2,5 минуты изображение на экране пропало. Причем пропало не просто так, а его отключили удаленно. Как мне позже сказали, вот тут отчетливо видно на картинке, что технический администратор, который отвечал за видеоконференц-связь со стороны Сургута, он вообще сидел в сторонке. Вот этот компьютер видим. Технический администратор даже не прикасался к компьютеру. Смотрим, что произошло. Вот это моргание экрана говорит о том, что произошло подключение удаленного администратора. Индикатор видеосъемки горит. Видеоизображение есть с нашей стороны. Дальше экран пропадает. Включается курсор. Включается новая картинка с изображением. Некая ошибка. Ошибка драйверов видеокарты. Она разворачивается на весь экран. Видим, да? Заметьте, вот это окно, которое выскочено, оно не является окном Windows. Это просто картинка. Вот здесь в панели задачи этого окна нет. А потом администратор просто делает эту картинку на весь экран. Потом двигает мышкой. А мы видели, что администратор со стороны города Сургут не прикасался к компьютеру. То есть это все сделано удаленно. Вот он двигает мышкой. Случайно или специально вызывает какое-то меню. И на этом все устанавливается. Хотя индикатор видеосвязи, то есть видеокамера работает, изображение наше снимается. Еще раз на скорости 50%. Мигает экран. Появляется курсор. Включает картинку. Разворачивает на весь экран. И двигается мышка. Теперь стопроцентная скорость. Моргает экран. Двигается мышка. Включается картинка. Разворачивается на весь экран. Работал профи, но не учли одного, что видеокамера снимает 24 кадра в секунду. Вот пример такой же ошибки нашел в интернете. Мало того, что нет вот такого сообщения, так еще и не отображается само окно. Все, что всплывает вот здесь на экране, оно должно отображаться вот здесь. Вот еще один пример. Такая же ошибка, которая возникает поверх окна. И вот эти значки не пропадают. То есть окна не перекрываются. А здесь мы на экране видим, что это просто какой-то экран подставили. Возможно, с другого компьютера сделали ретрансляцию. Потому что вот это окно в панели задач не отображается. И нету значков свернуть, закрыть, развернуть окно. А вот его делают просто на полный экран. Скорее всего, в комбинации альт-энтер, как обычно. У меня был вопрос по поводу постановления от 14 июня 2019 года, когда нам удалось привлечь управляющую компанию ДЭС восточного жилого района к административной ответственности по статье 14.1.3. Это нарушение лицензионных требований. Жилнадзор города Сургута по какой-то причине решил рассматривать этот протокол не самостоятельно вынести постановление, а направил мировому судье судебного участка номер 9, причем исполняющему обязанности. Освободить юридическое лицо общества с ограниченной ответственностью управляющей компанией ДЭС восточного жилого района от административной ответственности по части 2 статья 14.1.3 КПРФ в связи с малозначительностью правонарушения, ограничившись устным замечанием. Дело в том, что при проверке комиссия обнаружила, что литы во всем доме работали сверх нормы эксплуатации более 8 лет. Смотрим видео, далее все поясняю. Вопрос из города Сургута. Да, пожалуйста. Антон Николаевич Булгаков, журналист СМИ «Закон и порядок», прямой эфир, инспектор общественного комитета «Коррупция.нет» при президенте УРФ. Меня интересует вопрос. Мы где-то в апреле управляющая компания УК ДСБЖР была привлечена к административной ответственности по статье 14.1.3 КПРФ. Это нарушение лицензионных требований. Меня почему-то жилнадзор инспекции составит протоколы на нарушениях, направила его в мировой суд. Хотя, насколько мне известно, с января 2018 года они обязаны сами рассмотреть такие протоколы. Нет, у нас право на рассмотрение данных материалов, если не ошибаюсь, появилось с апреля, с марта 2019 года. Поэтому только с этого периода у службы появилось право на рассмотрение данных административных дел. У нас не забрали право при определенных условиях эти материалы отправлять в суд. То есть по кодексу об административных правонарушениях суды вправе рассматривать абсолютно любые административные дела, в том числе рассмотрение которых было предоставлено средств полномочного органа. Вот смотрите, меня интересует именно конкретно вот эти условия, которые наступили уже после марта 2019 года, когда жилнадзор инспекции могла сама рассмотреть. Какие такие условия возникли, что данный протокол был передан в мировой суд города Сурбута? Смотри, как вы. Ну, первое, значит, как и в случае предыдущих вопросов, я, к сожалению, вам более подробную информацию сказать не могу, потому что, опять-таки, это частный случай. Если вас интересует именно этот случай, вы можете нам направить соответствующий запрос в рамках закона о СМИ, мы вам всю историю информацию предоставим. И в того, как я уже сказал, не запрещено в рамках КУАН-РФ направление материала в суд, но это как-то... Отсюда же я. Ну, пожалуйста. Смотрите, у нас ст. 14.1.3 предусматривает такие виды административной ответственности, как административный штраф и в том числе дисквалификацию. Так вот, при неоднократности совершения административного правонарушения в принципе, мы не делены правом на принесение решения по дисквалификации и, соответственно, мы могли принять решение направить такой материал в суд. Дело в том, что мировой суд ограничился устным замечанием ввиду незначительности нарушений. Хотя комиссия по протоколу, комиссия установила, что лифты в 7 подъездах 9-этажного дома работали свыше нормы 25 лет, еще плюс 8 лет, то есть были опасны для жизни. Разве это не нарушается грубейшим нарушением? К сожалению, мы не можем прокомментировать решение суда, поэтому, к сожалению, многие что сказать, не... Прокомментируйте, пожалуйста, решение жилнадзора инспекции по городу Сурбут с принятием решения. На каком основании они приняли решение передать в мировой суд данный протокол? Если вы за нашу конкретную ситуацию, я вам уже проясню сейчас, при данных обстоятельствах и в данной студии, я вам соответствующее прояснение, к сожалению, объективно дать не могу. Может быть, цепь направили, что там связывается с оплазмом и прочим? Может быть, все что угодно. Поэтому, если вы хотите от нас объективную и достойную информацию, я вам предлагаю направить соответствующий запрос. мы его администрации предоставим в данных снах, в данных снах. По мнению, возможно, что службы и протоколослости, что это связано все-таки с эксплуатацией, и что это является опасным, и предполагается дисквалификация, по мнению судей. Поэтому было направлено судей в суд для рассмотрения. А вторая оценка принятого решения в суде, мы не правим. Тем более, что суд оценит доказательств по своему внутреннему убеждению. Какие внутренние убеждения были у судей, когда он принимал это решение? Мы просто, конечно, не можем. Мы не знаем, что это. Это вопрос, даже ли к нам, а сколько к мировому суде? Потому что вы не согласны с решением мирового судей? Ну, тут я не согласен полностью, потому что решение было вынесено 14 июня 2019 года. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток. Получается, они не обжаловали, то есть они согласились с этим решением, что за опасные лифты, на которых 8 лет люди ездили, это нормально. Так считает Сургутская жилнадзоринспекция, которая мне прислала данное постановление лишь 11 октября этого года. Я бы и сам обжаловал, но я находился в вынужденном путешествии, так как у меня дверь взломали. И не без участия той же ООО, УК, ДСВЖР и их соработников, которые выступали понятыми при взломе квартиры незаконно. На момент вынесения постановления 14 июня 2019 года меня никто не уведомил. Возможно, они отправляли на почту в письменном виде, но так как я находился не в городе, я не мог получить данное постановление и, соответственно, обжаловать его. Но Сургутский жилнадзор, у него было 10 суток, чтобы обжаловать это постановление. Они этого не сделали. То есть они согласились с этим решением полностью. Вот оно, это дело. Нашел я его на сайте мировых судей. Номер дела. Вот он. Статья 14.1.3, часть 2. Зарегистрирована на 3 июня, они подали. Рассмотрели 14. Приняли решение в 11.00 И ни разу никто не обжаловал. Вот так у нас жилнадзор, инспекция, заботится о здоровье и жизни наших жителей. Это вопрос. Дальше Викнам, сколько к мировому судье? Потому что вы не согласны с решением мирового судьи? Не только я. Логика не согласна. 8 лет ездили на опасных лифтах и отделались устным предупреждением. Это что за суток? Извините, это находится вне наших полномочий комментировать с судья. Это понятно. Но ответственность жилнадзор инспекции, никто ее не снимал. А у какого рода ответственности сейчас в видеотериме? Если такое решение было принято, я уже сказал, что оно было принято вступлен в соответствии с кодексом об администативных правоя. Я хочу как раз завершить диалог, потому что не вижу смысла дальше разговаривать. Потому что я не получаю конкретных ответов на свои вопросы. Я хочу подвести итог. О том, что вся ваша статистика, она занижена в 50-100 раз по принятым решениям, по стопфишевым законную силу, по отвлеченных лицах, миллионных штрафов и так далее. Вот на конкретном примере видно, что управляющая компания просто отделалась устным штрафом. И ввиду того, что... Наказание осталось в церкви. Не перебивайте, пожалуйста. Ввиду того, что отделались устным штрафом, я не знаю, как это будет дальше происходить, потому что по городу Сургут очень много таких домов, где литвы работают свыше нормы эксплуатации. Напомню, при Советском Союзе это было 20 лет максимум, потом замена кабины, потом продлили до 25 лет. Но в доме по проспекту Консомольский 21 в городе Сургуте все литвы работали 32 года, то есть свыше 8 лет срока эксплуатации. Таким образом, возникают реальные угрозы здоровью жизни жильцов и членов населения. При этом жилонадзор инспекции не принимает меры, не рассматривает протокол самостоятельно, хотя имеет на это полное право. И закон, в принципе, дал им зеленый свет на это. И вы, в принципе, как заинтересованные лица в плане получения штрафов и доходов должны были сами рассмотреть это. Но вы почему-то передали в мировой суд. Спасибо большое за ваши вопросы, но хотелось бы обратить ваше внимание, что штрафы это не самоцепь у службы. Мы не имеем никаких преференций либо доходов от этого вида, я бы сказал, побочного вида нашей деятельности. Мы всегда принимаем меры по предупреждению, высечению нарушений и восстановлению нарушенных прав. Если мы имеем достаточную и достоверную информацию о том, что людей либо на территории, на квартирных домах, либо прилегающей территории совершаются нарушения штрафов и законодательства, мы, предпринимающиеся исчерпывающие меры, зависящие от нас и находящиеся в нашей полномочии. Но я бы хотел сказать, что, к сожалению, объективно, мы не имеем возможности обладать достоверной информацией, что в конкретном квартирном доме, в конкретном подъезде лифт работает с истекшим сроком допуска. Если у вас не имеется подобная информация, то вы можете в любом виде отправлять службу, что лично строительного надзора, и мы обязательно в порядке примем в работу и примем исчерпывающие меры. Я извиняюсь, вы только что отчитывались о плановых и неплановых проверках. Вы можете сказать по результатам плановых проверок в городе Сургут в скольких домах, в скольких подъездах лифты служат сверх нормой службы? У нас за истекшие 9 месяцев этого года проводилась одна плановая проверка на сопротивление по городу Сургут. Она проводилась в городе Хантманский. Как вы знаете, все неплановые проверки проводимые службы проводятся по обращениям граждан. То есть к нам в первую очередь должен поступить сигнал. Вы хотите сказать, что в городе Сургут ни по одному просроченному лифту за, ну не знаю, в такой период не поступало ни одной жалобы? Кому? Я сейчас вам не готов, да, здесь есть чек в вашей статистике и сколько по городу в Сургут в Сургут поступало обращение с жалобой на неисправленную работу лифта. Скажите, пожалуйста, в случае несчастного случая, если погибнут люди понесут физический вред своему здоровью, кто будет отвечать за компенсацию? Я считаю, что ваш вопрос неокрептен. В тем, я думаю, должно быть понятно, что вину будут нести ответственные лица. В том числе и жилнодзор? Служба жилищного строя, которая не является лицом ответственным заданным лежащим с содержанием общего множества. На это есть управляющие компании, которые своими силами либо путем привлечения подрядных организаций обслуживают лифтовое оборудование, в том числе и геологические осмотры, отследствования, допуски и все прочее. приезжайте в город Сургут, тут много опасных лицов. Благодарствую. Я бы хотел в этой сфере предложить, если у вас есть конкретная информация о том, по каким адресам работают неисправные лица, вы, пожалуйста, эту информацию отправляете, на пенсии все и чековы еще нет. Спасибо. Мы вопросы задаем по вашим проверивающим мероприятиям. Почему так? Потому что мы получаем отписки от вас. По телефону мне от ваших специалистов я звонил по билетски в 14-15. Ну да, мы неправильно ответили, но мы не можем ничего сделать. Все. Обжалуйте и все. И это затягивается. Почему вы позволяете жителям общаться вообще? Законные слова чековоза 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 вы правы обратиться в суд? Ну уже три раза сказали. Что мы сейчас из пустого порожня переливаем? Все понятно. Все. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok